Силы обороны Украины нанесли новые удары по переправам в Курской области. После уничтожения всех трех мостов через реку Сейм в районе населенных пунктов Карыш, Званая и Глушково, российские войска на приграничной территории оказались зажаты между линией фронта и рекой. Чтобы поддерживать логистику и эвакуировать раненых, используют понтонные переправы, а в ИСУ их регулярно разрушают. Военные аналитики Института изучения войны, основываясь на геолокационных данных, утверждают, что в последние дни украинские военные продвинулись на север от Суджи. Кроме того, вооруженные силы Украины продолжают уничтожать наземные линии связи и военную технику противника в ближнем тылу Курской области. Главы американская и британская разведок назвали наступление в ИСУ значительным достижением и призвали союзников Киева не поддаваться на угрозы Москвы. Что ж, я думаю, что со стороны украинцев типично дерзко и смело пытаться каким-то образом изменить игру. И я думаю, что они в некоторой степени уже ее изменили. Курская наступательная операция является значительным тактическим достижением. Вы знаете, это не только подняло моральный дух украинцев, но и выявило некоторые уязвимости путинской России и ее вооруженных сил. Боевые действия на территории России ослабили давление армии страны-агрессора на юге Украины. Чтобы противостоять операции ВСУ в Курской области, российское командование перебрасывает туда военных с временно оккупированных территорий Украины. Кроме личного состава оттягивает и военную технику. У нас применение артиллерии было 1 к 12. Один наш снаряд на 12 российских. Что вы должны сделать? Не важно, сколько у вас людей здесь стоит, если у них 12 снарядов, а у вас один. У вас просто будет больше людей стоять и больше людей гибнуть. На Покровском направлении очень сложно, но удары не 1 к 12, а 1 к 3. Понимаете разницу? Увеличилось ли у нас количество оружия? Нет. Или у них уменьшилось? Да, потому что перетянули те или иные силы и те или иные средства. Россия перебросила в Курскую область 60 тысяч своих военных, заявил Владимир Зеленский. Не только из Херсонской, Запорожской, но и из Донецкой и Луганской областей. До начала операции ВСУ в Курской области Россия, вероятно, планировала увеличить свою группировку на территории Украины. Но наступление украинской армии сорвало эти планы. Генштаб вооруженных сил Российской Федерации вследствие успешных действий сил обороны Украины на Курском направлении и возможности расширения зоны контроля в направлении, соответственно, белгородских и брянских областей был вынужден создать оперативно-тактические группировки Брянск и, соответственно, Белгород. Каждая из них насчитывает порядка 30 тысяч личного состава. Таким образом, можем говорить о том, что общее количество вооруженных сил Российской Федерации, которые перекинуты на Курское направление с целью сдержать наступление вооруженных сил Украины, это порядка 100 тысяч личного состава. Силы обороны Украины контролируют более 100 населенных пунктов Курской области. Это около 1300 квадратных километров. Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что если Россия попробует вернуть эти территории под свой контроль, бои для нее будут тяжелыми. Российскую суджу ждет доля украинского солидара или украинского бахмута. Его сотрудничество с лица земли. И данная тактика уже реализуется. По оперативной информации, в район активного характера боевых действий перебрасываются, соответственно, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А санцепек. То есть, будет речь идти о том, что россияне будут использовать тактику, которую они использовали во время штурма Мариуполя, Попасной и Авдеевки, используя конвенционное оружие, которое запрещено в условиях городского боя. Дальнейшие этапы операции в Курской области украинское военно-политическое руководство не озвучивает. О некоторой цели раскрыл главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, Силы обороны Украины начали наступление, чтобы не дать России использовать Курскую область в качестве плацдарма, отвлечь силы страны-агрессора от других направлений, создать зону безопасности и предотвратить обстрелы гражданских объектов, пополнить обменный фонд и поднять моральный дух украинцев.